Новость, которая точно будет интересна тем, кто имеет проблемы с кредитами. С ноября значительно упростилась процедура внесудебного банкротства. Это механизм, который позволяет избавиться от долгов тем, кто не может их выплачивать и у кого нечего продать, чтобы рассчитаться с кредиторами. Если раньше сумма долга не должна была превышать 500 тысяч рублей, то теперь потолок подняли до 1 миллиона. Нижнюю планку при этом опустили вдвое, с 50 до 25 тысяч. То есть число людей, которым потенциально доступно банкротство без суда, увеличилось в разы. Правда, главное требование здесь остается неизменным. Банкротом через МФЦ могут признать только заемщика, с которого судебные приставы не смогли ничего взять. То есть сначала кредитор должен обратиться в суд, выиграть его, а после исполнительное производство должно быть прекращено за отсутствием имущества у должника. Это условие не позволяло воспользоваться процедурой пенсионерам, инвалидам и прочим людям, получающим социальные выплаты, в том числе женщинам в декрете. Из-за наличия формального дохода приставы не завершали исполнительное производство, и люди не могли претендовать на внесудебное банкротство. Теперь граждане, у которых единственным доходом являются пособия, могут обратиться в МФЦ за списанием долгов через год после начала принудительного взыскания. Принятые новшества делают внесудебное банкротство более доступным и, очевидно, приведут к росту его популярности. Пока что россияне практически не пользуются этой процедурой. Так, по данным сервиса Федресурс, с января по сентябрь этого года банкротами без суда стали лишь 125 белгородцев.